В пятницу 2 октября в Рязанской региональной общественной приемной председателе партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева прошла тематическая встреча, посвященная Дню пожилого человека. В мероприятии приняли участие глава Рязани Андрей Кашаев и депутат Рязанской областной думы Светлана Сережина. Вот именно поколение старших, те люди, которые двигатели, по сути дела, власти, двигатели решения тех вопросов, которые стоят. Вопросы, которые иногда бывают очень сложные и вопросы, которые не всегда можно решить, но, к сожалению, вот этот отклик именно от вас, он помогает нам делать правильные выводы и что-то делать хорошее. Безусловно, мы вас за это благодарим и считаем, что вот ваше поколение, на самом деле, это люди с активной жизненной позицией, те люди, которые именно заботятся не на словах, а на делах о своем городе, о городе Рязани и о Рязанской области, о нашей стране в целом. Это не громкие слова, это абсолютно наше мнение. Уверен, что вы также его поддерживаете. И, конечно, дай Бог, чтобы и в дальнейшем вот эти наши взаимоотношения, связи, сигналы и так далее, они только шли на пользу нашей родной земле. Во время встречи участники обсудили роль старшего поколения в социально-экономической и общественной жизни региона. Поговорили о государственной политике в отношении пожилых людей, к которым относятся граждан пенсионного возраста. Существует две категории. Категория позитивных и категория пассивных, скажем так. На негативных нужно брать его внимание, да? И я так думаю, что сегодня вот именно здесь вы люди, которые сидите позитивными. И именно вас, позитивных пожилых людей, молодежь, потому что у меня ее много, я с ней общаюсь, они вас уважают. Говорят, что молодежь плохая, не верьте, молодежь хорошая. Есть плохие, есть хорошие в разном возрасте. Но именно позитивные люди пожилого возраста вы очень многое можете дать молодежи. Так как вы активно приняли такое вот участие в выборах, я думаю, что большой вклад, большая помощь сейчас от вас идет именно молодежи. На вас, на наших плечах лежит то, что вы должны вложить в их головы. Почему не говорю, что как бы желательно, потому что сейчас такая ситуация в стране, что мы должны действовать на то, что на скрепление нашей страны, нашей России. И вот так как мы общаемся между собой, мы должны общаться, привлекать сюда и молодежь. Вот эта позиция. То есть моя, любого возраста, ваша, мы должны все-таки вложить в головы нашей молодежи, которая у нас сейчас есть, что мы Россия, что мы сильные, что вы можете передать достаточно богатый опыт. Вот это наша основная задача. Продолжение следует...